Я бы хотела несколько вопросов нашей Ане задать, как она такой умницей и красавицей остается и в эфире, и в жизни. Аня Трагубова. Ну, она, вы знаете, постоянно где-то находится на каких-то светских мероприятиях. Вот сейчас она, говорят, находится на выставке. И давайте мы передаем ей слово, она нам все расскажет и подробненько покажет. Анечка, где ты там давай? Это парная выставка. А, это, я не понимаю, что это. Что это за иллюстрация? Всем доброе утро. Его я решила начать на выставке. Примечательна она тем, что это не просто индивидуальная выставка, а парная. Называется «Два Мигаса». И я думаю, что эта фамилия прекрасно известна всем людям, которые разбираются в искусстве Красноярского края. Отец и сын ее авторы. Вот рядом со мной Олесь Мигас. Доброе вам утро. Все подробности нам как раз сейчас расскажет. Ну, скажите, что же здесь у вас можно увидеть, что вы представляете? Здесь, значит, такой тандем. В общем-то, настенная керамика – это моя, а на стене – это, значит, работа сына. Вот, то есть, говорится, монументальные формы скульптурные и архитектура города, чем занимаются, значит, мой сын и его фирма. Ну, расскажите, вот, что именно вы представляете? Это работы какие-то последние или это ваше отдельное особое творчество? Ну, здесь, конечно, в основном последние, но есть элементы, в общем-то, кое-какие работы уже более древние, лет 15-20, потому что, как бы, тема продолжается. Вот, допустим, север или какие-то архаичные формы. А вот скажите, ну, я понимаю, что керамика делается из глины, но вот это очень похоже на камень, если честно, и там еще и такая, знаете, как будто наскальная живопись. Да, здесь как раз идет имитация, потому что слово «шамот», что написано в аннотации, как раз это грубый такой материал, который имитирует камень. Идет, добавляется в глину уже молотая фракция, и она получается такое грубое фактурное виздение формы. Здесь север, здесь идут такие уже моменты наконечника копья, гарпуна, то есть такая уже тема, говорится, безмолвие. Вот здесь архаика, поэтому... А скажите, а что в целом в творчестве вас вдохновляет? Ну, если север и вот что-то такое природное, наверное, как-то действительно наша богатая природа сибирская? Ну, конечно, она бесконечная, потому что в последнее время это север, вообще тундра, вот такой аскетизм пластический. Потому что есть такие вещи намороченные, такие весьма помпезные, а вот хочется такого лаконизма какого-то, чистой формы. Ну, сегодня, как я уже сказала, это выставка парная, и не только Олеся рядом с нами, но еще и Яков. Доброе вам утро! Скажите, ну вот о вас природа тоже вдохновляет в вашем творчестве? Вообще, насколько возможно вот в дизайне, допустим, как-то Сибирь отразить? Ох, ну я сам архитектор. Архитекторы не особо выставляются на выставках, зря на самом деле, потому что этот опыт показал, что это очень интересное времяпрепровождение, ознакомишься с людьми с разными. Вот. А у архитектора выставочная площадка – это улицы города, это дома, фасады, либо интерьеры. И то, что представлено на стенах, ну, как бы мои работы самые разные. Ну вот скажите, ну вот это творчество вашего отца, оно вас как-то вдохновляет, направляет в вашем творчестве? Вообще, насколько можно вот это отразить и применить? Ну, я же сын его. Безусловно, повлияет на меня его творчество, и оно такое очень самобытное, очень интересное. И даже не знаю, насколько на меня оно повлияло, ну, безусловно, повлияло. Потому что, ну, оставляем, на самом деле, этот вопрос открытым для людей, чтобы приходящие на выставку могли как-то сами попытаться найти вот эти вот незримые параллели между двумя такими разными направлениями деятельности. Это как декоративная художественная керамика и разработка интерьеров, экстерьеров зданий и сооружений. Спасибо вам большое за столь интересный рассказ. Еще раз напомню, выставка «Два Мигаса» работает, и на нее ждут посетителей, не в плотном, конечно же, формате. Сейчас все понимаем, время такое непростое, но, тем не менее, действительно, поискать, что-то для себя найти, здесь можно. Зал «Модерн» работает совершенно свободно, вы можете прийти на Мира-98, поэтому всех ждут, приглашаю. До 12 февраля. Вот так, понимаешь? Ну, необычные вот эти все скульптуры. Мне очень нравится такое, я такое очень люблю. Этому нужно найти всегда применение.